Здравствуйте! Ну чё, пацаны, сентябрь снова горит. Школьникам нужно собирать портфельчики, мужикам из шараги нужно не забывать носить с собой зажигалочки, иначе пивку открыть не получается. Ну а дедам из института желаю избежать инфаркта во время обучения. И всех этих людей теперь будет отвлекать от занятия балдежом такая неприятная вещь, как учёба, с латинского переводится как дьяволова залупа. Но если вы как бы не мудак, то у вас получится обмануть систему и чильно пошпилить в какую-нибудь игрулю. Ну а если судьба обделила вас хорошим персональным агрегатом, то я помогу вам подобрать какую-нибудь крутую приколюху, в которую можно будет поиграть, да, вот так. Поэтому давай не будем тянуть, ебать вала и приступим к видео. Но перед началом пару слов про многоуважаемого спонсора сегодняшнего видео. Ты думаешь, что ты всё знаешь о батл роялях? Ха! Думаю, я смогу тебя удивить. Новый шутер Total Lockdown. Это 24-этажный небоскрёб, где территория сужается не по краям, а сверху и снизу по этажам. На этажах куча лута, магазинов, лабораторий и парков. За счёт простоты в освоении даже новичок заберёт топ-1. Игра сразу цепляет своей крутой графикой и идёт даже на слабом ПК. Качай и даже не сомневайся, игра скоро порвёт всех в этом жанре. Ссылочка в описании, старина. Начнём, пожалуй, с достаточно известной серии игр Far Cry. Если ваш компьютер, кроме как словами «ёбаное говно» назвать никак нельзя, вам подойдёт первая часть. Если он хоть что-то из себя представляет, можете попробовать третью. Второй советовать не буду, имха это просто супер унылая параша для даунов. Всё в этой игре цвета говна, сюжет говно, геймплей скучное говно, локации говно. О чём говорить я, когда в это играю, сам в говне? Вернёмся к достойным представителям. Первый Far Cry отличается от последующих частей. Помимо врагов людей, здесь нужно будет очищать вот этот вот прекрасный островок от мутантов. В остальном же всё плюс-минус то же самое. Катаешься как крутой пацан на джипике под джунглем, плаваешь на катере и перестреливаешься со всякими дебилами. Помимо подстрелушек, в Far Cry достаточно интересный сюжет, который может вас пару раз удивить и заставит вас кликнуть. Нихуя себе! Если в 2012 году вы не находились у бати в мошонке и уже могли читать и разговаривать, думаю вы помните, как сильно форсили ёбаный Far Cry 3. Какой же он крутой и красивый, как пиздато там стрелять. И какой же пиздатый вас! Особенно этим заёбывали паблики вроде IGM, хотя я уверен, что у них до сих пор мемы в стиле «Ээээ, ставь лайк, если выебал к цитру!» Или «А ты знаешь, чё такое безумие?» Ладно, тут речь не о дерьмовых пабликах. Far Cry 3 действительно достаточно интересная игра, и вас и вправду достаточно харизматичный и интересный злодей. Жаль только то, что игру делали ребята из Ubisoft, и видимо у всей этой корпорации мозгов, блять, как у стаи верблюдов. И их головы не посетила мысль увеличить количество времени, а впоследствии развивать удачного персонажа. А просто убрать и забыть про него. Классно, заебись. Так поступают люди, которые умеют зарабатывать деньги. Я не хочу особо спойлерить, я думаю, кто играл поймёт, о чём речь. В общем, по сюжету, в первой части вас заманила на остров тёлочка-агентесса ФБР, и вы, будучи каким-то важным пенисом, должны решить тот пиздец с мутантами. В третьей же части главный герой обычный студент, который со своими корешочками решил отдохнуть где-то на тропическом острове, где вскоре их настигла пизда в виде пиратов, как раз с вышеупомённым васом во главе. Главному герою нужно спасти своих друзей из плена этого непорядочного человека, обучиться и стать воином, и дать всем, как бы, пизды. Даванию пизды здесь сопутствует большой арсенал огнестрельного оружия, ну а также модный на то время лук. Помимо перестрелок и катания на машинах, игра может порадовать большим количеством животных, обитающим в этом райском месте. Здесь есть как и опасные падлы типа ягуара, так и безобидные животные вроде топиров. Кстати, интересный факт. У топиров просто огромнейший хуй. Шкуры убитых вами животных нужны для крафта, и причём здесь не нужно ебать себе мозги с определённым типом убийства зверей. Хоть гранатами убивай, главное шкуру достань. В общем, если вы каким-то просто непонятным образом не играли в Far Cry, то поиграйте в Far Cry, да. Если вы ищете ламповую RPG, чтобы на чиле посидеть и позалипать, могу предложить вам фейбл. От остальных RPG-шек отличается фейбл уровнем проработки кармы. Другим словами, если ты себя ведёшь по-доброму, все к тебе будут относиться как к крутому типу, здороваться при встрече, говорить, что ты очень хороший и милый. Ну а девушки будут раздвигать свои ножки, любезно приглашая посетить их влажные пещерки. Если вести себя как мразота, тебя либо будут хуесосить, либо вообще перестанут с тобой разговаривать. Но это, конечно, всё вкратце. На деле уровень уважения влияет много на какие вещи, и об этом очень долго придётся рассказывать. Также фейбл очень крутая боевая система, и что немаловажно, понятная и простая в освоении магия. Если говорить про классы, не могу сказать, что тут прям большое их разнообразие. Здесь всё упирается в ваше желание. Хотите, будьте здоровой живучей гнидой, или же проводной ловкой сучкой. Либо же слегка гомосексуальным магом. Ну или же не ебите себе мозги и используйте вообще все свои способности. Если говорить про сюжет, я не могу сказать, что он прям тут супер крутой, но вполне интересный. Начинается тут игра ребёнком, а заканчивается уже вонючим старым дедом. В начале игры наша задача собирать деньги сестре на подарок. Вдруг пиздец, приходят разбойники и режут нашу деревню, и похищают маму с сестрой. Главным героя спасает какой-то дебильноватого вида маг, и отводит его в гильдию героев, где ГГ будут обучать, и на которую предстоит работать в самой игре. Ну а задача нашего персонажа, отомстить уёбкам убивших его семью. Единственный, наверное, минус этой игры, это слегка душное начало, и квесты типа «Иди в лес, убей жуков», или «Иди в парк, спаси жителей от пчёл». Это такое блех. Ну и помимо вышеперечисленных плюсов, лично меня всегда прикалывал фирменный стиль этой игры. Она не кажется какой-то масштабной, или же суперсерьёзной, всё выглядит каким-то милым и ламповым, что ли. Я бы сравнил её с мультфильмом, но с достаточно серьёзным смыслом и посылом, так что если вы никогда не играли в фейбл, не пинали куриц, как крутой пацан, советую это исправить, да. Если тебе хочется во что-то пострелять, стреляй одноклассников. Это шутка, шутка, ч-ч-ч-ч, Джокс, никогда так не делай, дурак, блядь. В общем, если хочется поиграть в какой-нибудь шутер про войну, а КОД и Батла заебали, то можно обратиться к ныне забытой и посланной в пизду серии игр «Медаль за отвагу». Определённую часть я советовать не буду, плюс-минус они равны, тут уже выбирай сам. Да, прикинь, прям придётся зайти в гугл и посмотреть, что там за части вообще такие имеются. Единственное, что скажу от себя, части, где нет Второй мировой войны, а что-то современное, тупое говно. Вообще, геймплей на это классический шутер нулевых. Стреляешь дебилов, изредка стреляешь дебилов из пулемёта или едешь на машине, но в основном стреляешь, стреляешь, стреляешь и стреляешь. Определённую сложность здесь составляет отсутствие привычного регена ХП. Тут придётся искать аптечки, чтобы ваша попа оставалась в сохранности. Ну а всеми этими пострелушками нам нужно будет заниматься во время Второй мировой войны за американских солдат, да. Сразу отвечу на вопрос, компании за совок тут нету, только ЮСА. Здесь предстоит побывать на пляже Амаха, получить пропиздон в Пёрл-Харборе, поучаствовать в битве за Тараву, ну и, конечно, освобождение ёбаной Нормандии. Это определённо не та игра, которая расскажет вам душераздирающую историю про ужасы войны, но вполне интересный блокбастерный тир про Вторую мировую, в который можно позалипать пару вечерочков, особенно если вам нравятся шутаны, которые могут дать челлендж. Ну а если вы любитель приключений на жопу, могу вам предложить достаточно красивую жопу Лары Крофт. На мой взгляд, две части Ларыча достойны внимания. Лара Крофт Аниверсари и перезапуск 2013 года. Тут, опять же, смотря на что способен ваш компуктер. Вот в этом видео я недавно рассказывал про Лару Крофт Аниверсари, поэтому быренько вкратце. Ремейк классической первой части, в которую сейчас играть, ну, особо смысла я не вижу. Аниверсари и так поможет вам ознакомиться с классикой. Лазайте по гробницам разных частях планеты. Здесь это Египет, Перу, Греция и Атлантида. Геймплейно тоже всё как обычно. Паркур, решение головоломок и перестрелочки. Тут даже динозавров можно будет хуярить, вы прикиньте, нормал, да? Всё это дело связано с поиском Атлантиды для какой-то белокурой шалавы. Ну а дальше рассказывать я не буду, так как это спойлеры. Скажу лишь, что лазить по всем этим древним гробницам достаточно интересно и прикольно. Чем-то Индиану Джонс даже напоминает. Перезапуск 2013 года это уже другое дело. Во-первых, внешний вид Ларисы здесь переработали, хотя выглядит она по-прежнему неплохо. От всяких цветастых гробниц переместили нас на брачноватый остров, который, между прочим, открытый и по нему можно попутешествовать. Добавили модный в то время лук и возможность крафтить себе вещи из говна и палок. Сюжет тоже стал более локальным. Лариса плыла на экспедицию, но из-за бури корабль накрылся пиздой и она попала на остров, на котором происходят какие-то непонятные вещи. Ну и также мы встречаем других выживших, которые оказываются слегка ебанутыми на голову дебилами. Ну и нам надо как бы выбраться с этого острова, понять, что происходит и дать пизды плохим дядям. Так что если вы хотите поиграть в приключенческий шуторок с более обновленной графикой, сюжетом про локальный мистический непонятный пиздец, происходящий на острове, Tomb Raider 2013 года это то, что вам нужно. Если же вам больше интересно классическое лазание по древним гробницам и решение головоломок, более прямолинейный сюжет с нотками исторического дебилизма в хорошем смысле, тогда для вас будет лучше аниверсари. Ну пацаны, я вам так скажу. Скучные аутистические катания по кругу я просто всей душой ненавижу. Я вообще машины-то не очень люблю. Но зато люблю наблюдать, как эти машины устраивают аварии и на диких скоростях друг с другом гоняют. Если по какой-то причине вам не нравятся крутые гонки с трюками, авариями, разрушениями и конечно дикими скоростями, то... Ты вообще мудак что ли? В общем Барнаут Парадикс это классические аркадные гоночки с неплохим для своего рода графонием, хорошим автопарком и разнообразными видами заездов. Здесь присутствуют как и обычные гонки, то есть ездим от старта к финишу, это понятно. Также есть режим охоты, надо за время разъебать автомобили противников. Есть режим экстрима, это как раз где нужно исполнять всякие красивые трюки. И режим побега, это где за тобой едут какие-то гниды и пытаются тебя ну немножко убить. От них надо суметь оторваться и доехать до финиша. Да, есть вроде еще один режим, там вроде как нужно за время успеть доехать до финиша, чтобы получить какую-то улучшалку на своей машине, что-то такое. Также помимо машин в этой игре присутствуют моцики, но я если честно особо на них не гонял. Ну и самое важное, за что любят серию Барнаут, это как раз гонки без правил. Таранить оппонентов тут не то, что можно, тут это делать нужно. Все гонки проходят в каком-то бешеном ритме, заставляя повторять фразу «Ебай, вот это экшен». Короче говоря, Барнаут это динамичная, красивая и спермоизвергающая гоночка. Такие дела. Если вдруг вас не заинтересовала ранее упомянутая дресня про вторую мировую, то всегда можно найти что-то современное. Battlefield 3, да и в принципе четвертая, которая не очень требовательная, ну конечно в принципе навряд ли пойдет прям на очень обосранных компьютерах, но попробовать тоже можно. Даже спустя 8 лет третья батла выглядит достаточно неплохо. Сразу стоит отметить, Battlefield это не про сюжет. Сюжет тут нужен просто для связи игровых эпизодов. Сколько переносных ядерных бомб вы видели в банке? Одну. Вы видели одну? Одну, а место было для трех. Ты че вообще мудак блять? Ебать тебе понятно, тупой гамбургер, ебал твой рот блять. В этих эпизодах как раз надо будет побывать на Ближнем Востоке, в Париже и Нью-Йорке. И в принципе все. Ну и похуй. Самое крутое здесь, как и во всей серии БФ, это конечно же сука перестрел очки. Здесь в отличии от медали за отвагу упор сделан на реализм. Понятное дело это не арма или другой там околовоенный симулятор. Здесь все в рамках нормальности. Радует разрушаемость объектов и физика. В мультиплеере вообще можно разрушить целые здания или поселения. Кстати про мультиплеер. Как раз ради него обычно все играют в БФ. И естественно вы зададитесь вопросом, есть ли онлайн в Battlefield 3 в 2019 году. Но смотрите, прямо сейчас если посмотреть, тут есть забитые сервы с боями 32 на 32. И он не один такой. Онлайн в среднем около 2000 человек. Да, это не дохуя, но поиграть у вас получится. Ну и помимо мультиплеера все равно в игре есть чем заняться. Теперь важный момент. Если вы хотите пройти кампанию и побегать с ботами, ну окей, тогда естественно торрент эдишн версия. Если вы хотите мультиплеер или просто не сторонник воровства интеллектуальной собственности, советовать покупать эту игру я вам не буду. Потому что она дорого стоит, но базя-то знает, как систему наебать и гроши-то свои сэкономить. Есть очень замечательная вещь, которую, блять, я бы хотел видеть вообще во всех игровых интернет-платформах. Короче, есть такая штука, как подписка Origin. Вы платите 300 рублей и можете целый месяц играть в игры, доступные в Origin. Единственное, что в нее не входит DLC, они входят в подписку подороже, но в принципе похуй. По этой подписке можно играть как и в новые игры, доступные в Origin, так и в старые. Тут и вся серия Battlefield, FIFA, Sims, ремастеры вышеупомянутого Burnout, NFS, Mass Effect, Mirror's Age и прочее. Не подумайте, это не реклама, так. Жест с доброй волей. Если вам не хочется платить большую сумму за игру, а хочется так, чисто месяцок во что-нибудь побегать, пострелять, то 300 рублей в принципе сделка хорошая. Ну и понятное дело, туда входит третий и четвертый Battlefield, так что думайте сами, решайте сами. Ну и немножко классики. Мафия, конечно же. Ну что тут сказать, интересная история про гангстеров в стиле фильма «Крестный отец» и «Славные парни». Сюжет рассказывает про обычного водителя такси Томаса Анджела, который по случайному стечению обстоятельств влился в мафиозный мир. В принципе, я думаю, только глухой, слепой или умственно отсталый не знает про мафию. Вот эти все приколы типа мерзкой гонки, сложной стрельбы и большого количества покатушек по городу. Но это все, естественно, меркнет на фоне сюжета и атмосферы этой игры. На момент выхода так это был вообще пиздец. Сейчас мафию считают шедевром игровой индустрии, а люди, работавшие над ней, считаются гениями. Правда, видимо, эти гении так, блядь, и не научились делать, сука, интересные игры. Но да ладно, здесь вам предстоит пройти целый мафиозный путь. Сначала, понятное дело, нужно будет шестерить, развозя народ, но впоследствии делать вещи куда более серьезные и жестокие. Вообще, игр в подобном временном промежутке, а именно рассвет классической мафии во время сухого закона, крайне мало. Мне лишь приходит на ум игра Амерта, но она достаточно на любителя. Так что, если вы любите такое время, мафия определенно вам понравится. Единственный минус, слегка душный геймплей. Тут и правда много приходится кататься туда-сюда. И если вам вдруг этого делать не хочется, но интересно узнать, о чем сюжет игры, или же словить смешные джоуксы, у меня для вас есть предложение. Хотите покажу хуй? Нет, можете глянуть мой видик вот по этой вот всплывающей хуйне, который как раз рассказывает про сюжет мафии. Сам не смотрел, но пацаны в комментах пишут, что вроде нормал. Ну и три игры, чтобы оправдать название видика. Титан Квест. Прикольная РПГшка про спасение мира от пизды под названием Титаны. Здесь нужно будет побывать в Древнем Египте, Греции и Востоке, где нужно будет пиздить всяких мифических тварей, ну и, конечно, встречать персонажей легенд. Типа Леонида, Несса, Нихипхау, Големов всяких и прочие прикольности, про которые вы читали в книгах по мифологиям. Если вы такое любите, то вам зайдет. Джаст Коуз 2. В двух словах, летаешь, ездишь, взрываешь, убиваешь, уничтожаешь, в общем, творишь лютый беспредел и кайфуешь с этого. Достаточно интересный приключенческий боевик со всякими приколюхами. Я в свое время ее так и не прошел, но вам, возможно, зайдет яхозе. Дэд Ризинг. Если ищете то, где нужно выпустить пар, Дэд Ризинг отличный выбор. Куча тупорылого мяса, который нужно будет вырезать нахуй разнообразными видами оружия и разнообразными способами. Если прикалывает убивать зомбиек, качай, играй, кайфуй. Ну, а на этом, пацаны, как бы все. Ставьте класс, да, подписочку оформляем. И смотрите другие видосы, если есть желание. Ну, а я попочепиздил. Скоро вернусь. Муа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok